Интернет Интернет это пространство свобода? Ну да, но средства массовой информации должны регулироваться однозначным образом. Почему мы не допускаем, чтобы газета распространяла клевету и призывы, допустим, к антикосударственной деятельности, а сетевой сайт может это делать? Предлагается в течение месяца измерять аудиторию сайта. Если в день страницу читают в среднем не меньше тысячи пользователей, то ресурс надо регистрировать как сетевое средство массовой информации, и он войдет в поле действия закона СМИ. Сетевые бизнесмены уверены, что сегодня в России главный ущерб наносит спам, нелегальные рекламные сообщения. Вот закон о спаме это то, что остро необходимо. И на последних слушаниях парламентских об этом говорили, поэтому можно надеяться, что лед тронется. А вот такие вот поправки, которые будут регулировать кто что имеет право кому сказать в интернете и по какой лицензии, это все глупости. Что касается веб-адвесов с контентом, подпадающим под определение экстремизм или порнография, они в основном размещены на заубежных серверах. Однако у правоохранительных органов достаточно полномочий пресекать их деятельность. Было бы желание, считают депутаты. Надо бороться не со всемирной паутиной, а с теми, кто допускает ту же клевету, порнографию, особенно детскую порнографию. Надо выявлять и наказывать в судебном порядке. Для этого законы наши действующие, этих законов вполне достаточно. С киберпреступниками надо бороться реальными методами, говорят участники веб-рынка. Интернет всего лишь зеркало, а на зеркало нечего пенять. Интернет это просто инфраструктура. И акцентируясь каким-то вниманием, что по интернету происходит два бандита, о чем-то договариваться. Они точно так же могут договариваться с помощью телефона или встретиться в кабаке и тоже поговорить. Давайте кабаки закрывать. Человек должен в кабаке кушать только один. Российские парламентарии обещают принять обсуждаемые поправки уже в весеннюю сессию и повторить китайское чудо в Рунете. А ведь перед Олимпиадой даже Китай со своим особым интернетом смягчает веб-законодательство. Алексей Мельников, Никита Малаховский, Александр Майса, РБКР. Редактор субтитров А.Семкин